Здравствуйте! Вот, вы знаете, недавно я прочитал про Международную космическую станцию, про МКС, совершенно потрясающую информацию. Оказывается, большая часть помещений этой станции сейчас никак не используется. Они просто лишние оказались. Когда-то пристыковали к ней очередной модуль с аппаратурой, на котором, значит, был какой-то, ну, проект проведения экспериментальных работ, каких-то исследований. Эти исследования проведены, и он больше уже, ну, не нужен, да? Ну, просто отцепить его и выбросить, ну, это разрушит всю конструкцию. Наверное, так можно сделать, но так не делают. И вот эти помещения просто пустуют. Как их использовать? И вот я слышал разные цифры, кто говорил про 30%, кто говорил про 70% помещений, что их можно подо что-нибудь приспособить к какому-то делу. Но к какому делу приспособить? Ну, самое простое – это космический туризм, конечно, да? Вот сейчас на рынке, так сказать, частного бизнеса, частный бизнес продвигает на туристическом рынке идею такой услуги. Мы вас запускаем в космос на способ орбитальной траектории. То есть это как баллистическая ракета. Он выходит в космос, вы какое-то время чувствуете невесомость, пролетаете выше атмосферы, смотрите, значит, на черное небо и освещенный ярким солнцем, значит, поверхность Земли, и опять ныряете в атмосферу, в облака. Вот такой вот. А там еще невесомость чувствуете, да? Во время всего полета, пока выключены двигатели, вы в невесомости. Вот. Вот такой вот вариант. Ну, желающим острое ощущение получить. Самое дорогое в этом во всем удовольствии, это, значит, старт и приземление, старт и финиш. Если разработать более дешевые способы доставки на орбиту людей, экипажей, то, может быть, можно надеяться на то, что 70% этой самой МКС будут использоваться как гостиницы. Ведь Россия, российская сторона уже возила на МКС космических туристов, да? Значит, для чего могут использоваться еще космические станции, обитаемые, пилотируемые? Понятное дело, что для наблюдения за Землей достаточно использовать, скажем, непилотируемые объекты. Они будут нам передавать изображения в хорошем качестве. Изображения с МКС в хорошем качестве непрерывно транслируются в Ютубе, можно это посмотреть. Вот. Вот. Была идея, а давайте в невесомости, а там ведь постоянно невесомость, будем выращивать какие-то необыкновенные кристаллы, или будем выращивать кристаллы белков, или будем выращивать еще чего-нибудь, какие-нибудь организмы. Но все эти эксперименты были проведены, но ничего такого практически важного и ценного получено не было. Эксперименты проведены и завершены. И вот получается, что кроме, так сказать, исследований в области космической биологии, по большому счету, по большому счету, то, что могло бы обогатить знания, присутствие человека не требуется. Присутствие человека, может быть, требуется для проведения каких-то уникальных ремонтных работ, что-нибудь там настроить, отъюстировать, да. То, что невозможно, не может быть сделано автоматически. Кстати говоря, появились проекты в этом самом частном бизнесе космических гостиниц надувных, как будто у нас МКС заняты все, да. Ну, когда МКС все будет забито, вот это старенькое здание МКС космическое, тогда начнут появляться надувные гостиницы, да. Это очень просто и дешево. Вы вводите на орбиту спутника Земли объект, стенки у него надуваются. Если вы помните, вот, согласно официальной версии, значит, шлюз, через который выходил в космос Леонов, он был надувным, да. Вот, надувной шлюз. А это вот надувная станция космическая. Надувная космическая станция, там внутри живут люди. К ней вот пристукован модуль с этими, вот видите, вот крестовина такая. Это солнечные батареи обеспечивают Солнечку. Внутри там очень уютненько. Вот, пожалуйста, вот она, модуль этот внутри, да, пожалуйте. Вот они, люди там на разных этажах как бы ходят, да. Ну, вот это, мы не привыкли в том, что там невесомость, как хочешь, так и перевернись. Мы себе все это представляем, чтобы вверх-вниз был, иначе просто не понять, да. Ну, вот люди там пожили, пожили. Ну, экзотическое удовольствие слетать в неизвестные края, да, пролететь над всей Землей, посмотреть на нее, как там облака, да, стелятся, посмотреть, как вот Нил течет в Средиземное море, колыбель цивилизации. Ну, удачи вам, всех благ. Может, вы слетаете когда-нибудь.